10 сентября с чемпионата мира по пулевой стрельбе вернулась заслуженный мастер спорта Виталина Бацарашкина. Не с пустыми руками. В Корее амичка настреляла на полный, что называется, комплект – золото, серебро и бронзу. Помимо медали Виталина завоевала для России две квоты на Олимпийские игры 2020 года в Токио. На одном упражнении только не получилось реализовать себя, а в остальных, мне кажется, выложились на 100%. И мы с Артемом вместе, когда стреляли, и когда я одна, мы с Костевичей, когда перестреливались, это, мне кажется, как тренер сказала, это достойно. С успешным выступлением на чемпионате мира спортсменку и ее тренера Наталью Кудрину поздравил губернатор Омской области Александр Бурков. Хотелось вас поздравить с великолепным выступлением на международном уровне, с теми наградами, которые радуют, надеюсь, не только вас, но еще и Мечей и многих россиян. Потому что это действительно гордость, и мы честно гордимся вами. Дмитрий Аганесович, первым делом впереди планеты всей, уже объявлял о тех достижениях ваших. Ну и хотелось, конечно, пожелать вам дальнейших успехов, не останавливаться на достигнутом. Мы, со своей стороны, Дмитрий Аганесович, постараемся сделать все, чтобы создать нормальные условия для тренировочного процесса. И, думаю, то, что касается соревновательных мероприятий, тоже здесь мы должны предпринимать некоторые определенные шаги, чтобы чистота их была больше, да, и интереса молодежи в этот спорт привлекаться тоже было больше. Глава региона вручил Виталине Басарашкиной, Наталье Кудриной сертификаты на денежные вознаграждения по итогам выступлений на чемпионате мира по полевой и стендовой стрельбе. Спортсменка и тренер, в свою очередь, рассказали о мировом форуме и поблагодарили за поддержку. Очень приятно. Я как-то даже не ожидала, что я приеду домой и сразу мне начнут звонить, спрашивать, когда можно встретиться с губернатором, ну, когда я смогу. И очень теплые слова услышали сегодня. Приятно знать, что о нас знают. Очень приятно, что нам уделили внимание. Хочется, чтобы в регионе как можно больше людей знало, что существует такой вид спорта, что мы готовы прославлять и Омскую область, и всю Сибирь. Очень много посторонних людей написало в соцсетях, что прям так болели, так были рады, что достижения какие-то. Это очень приятно. В ближайшее время у Виталины Бацарашкиной период отдыха и восстановления. А следующий крупный старт в чемпионат Европы запланирован на март 2019 года.